Четвертый момент, который мешает нам проповедовать культистам, это страх. Вы знаете, удивительная вещь. Чаще всего люди не хотят проповедовать культистам не потому, что они боятся, что их побьют или какое-то насилие над ними учинят, а потому что культисты, как ни странно, обычно достаточно мирные люди, по крайней мере, Светли Го, вполне мирные люди, которые воевать не хотят и драться не любят. Но люди боятся, видимо, где-то в глубине души, что они могут оказаться недостойными благовестниками, недостойными свидетелями. Они боятся потерять свое лицо, хоть так, хоть такими нехорошими свидетелями Христу, если у них не будет ответа на вопрос. Опять же, не стоит этих вещей бояться, потому что даже если вы не знаете совсем ничего, в конце концов, вы можете просто засвидетельствовать человеку, рассказать ему о том, как вы стали христианином. Этого будет вполне достаточно для первого раза. Не нужно забираться в те дебри, в которых вы ничего не знаете. Но в то же самое время хорошо бы, если с течением времени наши способности знаний росли, потому что если мы знаем, о чем мы говорим, если мы знаем о тех проблемах, которые есть у свидетелей, если мы видим, как работают то, что мы им рассказываем, как это на самом деле оказывается правдой, то страх сам по себе уходит, потому что мы понимаем, что мы говорим правду. Мы понимаем, что мы на самом деле показываем реальные проблемы, которые есть. И в конце концов всегда остается тот же самый принцип, кто в нас больше того, кто в мире. Если Бог за нас, то кто против нас. Поэтому не нужно из этого делать оправдание своему невежеству. Не нужно надеяться на то, что если мы с вами ничего предпринимать не будем, Бог даже самое невежественное наше высказание использует для своей пользы. Иногда можно очень сильно повредить человеку. Но тем не менее всегда важно помнить о том, что в этой духовной борьбе мы не одиноки. На самом деле мы там даже не самое главное действующее лицо. Господь делает это дело за нас. Есть такая история, она замечательная, ее в свое время рассказал на одной конференции в Петербурге Джош Макдавелл. Возможно, вы ее даже слышали где-то. История достаточно простая. Много лет назад один благовестник английский поехал в Австралию, чтобы там проповедовать о Христе. Он приехал и собрал какое-то количество людей и стал рассказывать им о Боге. И в конце собрания, поскольку там были христиане неверующие, он попросил, чтобы кто-то из местных верующих встал и дал свое свидетельство. Один человек встал и говорит, что я сколько-то времени назад был в городе Сидней на портовой улице, и там ко мне, как будто из воздуха появившись, подошел такой седой человечек странный, который спросил, если ты сегодня умрешь, знаешь ли ты где проведешь вечность? Подумай об этом. Я стал думать, и вот я стал христианином. Проповедник очень понравилась эта история. Он, когда поехал в другой город, рассказал ее вместе со своей проповедью. И там тоже встал человек и говорит, вы знаете, мы тоже были в Сидней на портовой улице, и тоже к нам подошел такой седой человечек, который сказал, если ты сегодня умрешь, знаешь ли ты где проведешь вечность? Мы тоже стали думать об этом, тоже стали христианами. Он вернулся обратно в Англию и там давал отчет о своем путешествии. И вместе с отчетом рассказал об истории вот этих людей, которые таким образом пришли ко Христу. И вдруг там в Англии, в его приходе встают люди и говорят, вы знаете, мы тоже были в Сидней на портовой улице, и тоже к нам как будто из воздуха появился такой маленький седой человечек. Подошел и спросил, если ты сегодня умрешь, знаешь ли где проведешь вечность? Мы тоже стали думать об этом, мы тоже стали христианами. Он в Америку поехал и там находил людей, которые таким же точно образом стали христианами. Тогда он сделал самое логичное в этой ситуации. Он поехал в Австралию, приехал в Сидней на портовой улицу и отправился искать этого человека. Подошел к первому попавшемуся прохожему и говорит, не знаете, где есть такой человечек, который живет, видимо, на этой улице, который подходит к прохожему и задает такой вопрос постоянно. Он говорит, да, вот в этом доме живет такой человек, ему уже очень много лет, и он ослеп, уже несколько лет не выходит из дома. И проповедник пошел к этому человеку домой, поднялся к нему, сел так с ним за стол и одну с другой рассказал ему все вот эти истории об измененных жизнях. О том, как Господь через этот простой вопрос людей приводил к себе. И когда он закончил, он увидел, что старый седой человек, уже очень пожилой, он плачет. И он спрашивает, говорит, а почему плачете? Это же так замечательно, Господь так замечательно использовал то, что вы делали. И услышал в ответ невероятную вещь, что этот седой человек, очень пожилой, слепой, пока он еще мог видеть. Он в течение 17, если не ошибаюсь, лет, каждый день, в будни и в праздники, когда был болен, когда был здоров, когда было холодно, когда было тепло, каждый день выходил на улицу и одному человеку задавал один тот же вопрос. Если ты сегодня умрешь, знаешь, ты приведешь вечность, подумай об этом. И за все 17 лет ему никто не говорил о том, что хотя бы один человек спас. Господь способен использовать сам невероятным образом то, что мы делаем. Иногда для этого не нужно быть семипядей во лбу, иногда для этого не нужно использовать какие-то грандиозные вещи. Важно верить во Христа, служить Ему, использовать то, что у нас есть. Господь на самом деле силен это сделать. Есть еще одна интересная история, люблю вообще такие истории, тоже говорят, она была правдой. Где-то в Америке, в глубинке, жил один пастор, которого все очень хорошо знали. Город был небольшой, он там всех людей крестил, женил, хранил, поэтому знали его все от малого до велика. И с течением времени его голос стал ломаться, и он уже не смог служить пастором, ушел на пенсию. Ну, уже пожилой достаточно был человек. Но в городе он остался, его настолько хорошо все знали, что постоянно приглашали на всякие там вечеринки, свадьбы, какие-то торжественные события. И однажды в город приехал какой-то артист, который был уроженцем этой местности. И собрали такую большую торжественную, значит, какую-то там вечеринку, его честь. И пастора пригласили. Он пришел, он скромно сел где-то в углу. И когда народ уже повеселился как следует, они обращаются к этому артисту и говорят, вот товарищ артист, значит, не могли бы вы что-нибудь нам исполнить, что-нибудь нам рассказать. Говорят, ну да, почему бы и нет, а что вы хотите услышать? Ну, пока народ там совещался, пастор думает, ну вот, может быть, Господь так хочет прославиться. И говорит, а не могли бы вы прочитать там 22-й псалом? Господь пастор мой. Артист говорит, необычная просьба, никогда этого раньше не делал. Но я могу это сделать, я знаю текст, но при одном условии. Если после меня это сделаете вы. Пастор думает, ну, если ты так, Господь хочет вступить, хорошо. Он говорит, хорошо, я это сделаю. И вышел артист, вышел на середину, и таким хорошо поставленным, красивым голосом прочитал 22-й псалом. И когда он закончил, все аплодировали. Все просто сорвал, все аплодисменты, которые только можно было. И потом вышел пастор, который тихим, ломающимся голосом, почти неслышным, прочитал тот же самый псалом. И когда он закончил, в зале не было ни одного сухого глаза, все плакали. И к нему потом уже по окончании подошел артист, сказал, я понимаю, почему люди хлопали мне, и почему они плакали, когда псалом читали вы, потому что я знаю псалом, а вы знаете пастыря. Я знаю псалом, вы знаете пастыря. Иногда в этом разница и есть. У нас с вами, кем бы мы ни были, есть то, чего нет у них. У нас есть знание Бога, знание Христа. И даже если у вас нет знаний, которые вы можете поделиться этим человеком, если вы ничего не знаете об их учении, хотя на самом деле было бы неплохо, если вы это знали заранее, то у вас всегда есть чем поделиться в виде вашего свидетельства. Рассказать человеку о том, что Бог делает в вашей жизни. Иногда Господь работает и таким образом. У каждого из нас есть чем поделиться. Поэтому не стоит бояться того, что у вас не получится. У вас в любом случае не получится. Потому что мы с вами, своими руками этого сделать не можем. Мы всегда рассчитываем на Божье чудо. Но на него мы рассчитывать можем твердо. Поэтому если мы рассчитываем только на себя, у нас не получится 100%. Мы можем даже не начинать. Если мы рассчитываем на Бога, то Господь способен использовать любые вещи, которые мы можем делать. Естественно, не стоит затруднять Господу эту задачу и нести всякую колесицу. Давайте говорить о том, что на самом деле имеет значение, что важно для спасения человека. Еще один момент. Пятое препятствие на пути апологетики. Надменности пустые умствования. Что я имею в виду? Это то, что у многих людей возникает такая неприятная особенность, неприятное отношение к культистам, когда они считают, что я-то спасен, а вот он нехороший человек, значит, ума у него не хватило понять то же самое. Ту же самую Библию читает, а не видит. И человек, который сверху вниз смотрит на культиста, который с барского плеча кидает ему какие-то стихи из Библии, очень трудно рассчитывать на то, что на самом деле из этого что-то получится. Без любви проповеди не бывает. Есть в Писании замечательный стих, посланник Ефесянам 4.15. Ефесянам 4.15. В нашем синодальном переводе этот стих переведен немножко неудачно. На самом деле там апостол Павел говорит о том, что мы должны говорить истину с любовью. Вот эти две вещи, они должны быть постоянными. Мы не просто должны говорить правду. Знаете, как люди говорят, обидев другого человека, они говорят, ну я же правду ему сказал. Чудно. Замечательно. Есть еще одна важная вещь. Правда и любовь. Потому что правда без любви она убивает. А любовь без правды она ведет ко греху. И то и другое оно должно быть вместе. Мы должны говорить людям правду, потому что мы хотим, чтобы они спаслись. Если мы вступаем в разговор с культистом без желания того, чтобы он покаялся, мы с вами напрасно тратим свое и его время. Очень важно, чтобы мы с вами любили этого человека. Знаете, интересная штука. Рано или поздно у каждого человека наступает такой момент, когда, ну действительно, вот то, что говорят эти люди, начинает тебя просто бесить, как это в народе. Просто чувствуешь, что уже больше не можешь. Ты уже вот наелся, выжжай крышу. У тебя уже из ушей течет все то, что вот они несли. Ты уже заранее знаешь все, что тебе скажут. У тебя уже аллергия на них физическая. Ты там чуть не пятнами покрываешься от того, что они тебе говорят. Это случается с каждым человеком. И вы знаете, каждый раз всегда проходишь, есть такой кризис, когда снова открываешь для себя причину настоящую, почему ты с этими людьми говоришь. Когда снова вспоминаешь и понимаешь, что любовь к этим людям, то, что тебя вообще-то движет, тобой движет, да, не некая там обязанность абстрактная, некий долг какой-то. На самом деле, те люди не безразличны. Ты каждый раз находишь какие-то новые силы к тому, чтобы служить Богу дальше. Но вот, к сожалению, такие вещи не происходят в периодичнике, потому что человечки сил не безграничны. Время от времени в какой-то тупик мы упираемся. И в этом отношении, кстати, очень важна помощь местной общины. Потому что, когда человек один занимается, вот такие кризисы происходят постоянно. Да, потому что, на самом деле, задача обращения этих людей ко Христу, она ведь не посильна человеку. Это безумный труд. Труд, как, в принципе, любое дело, которое христиане делают, да, и благовестие, и служение нищим, там, бездомным. Любое христианс служение, оно не по силам именно человеку, оно сверхсильное такое. Вот, и поэтому очень важно, чтобы община, они поддерживали тех людей, которые служение несут, своими молитвами, там, своими ресурсами, если понадобятся, да, как угодно. Потому что это очень важно и очень не обхватывает смысл. Такая история любопытная тоже. Много лет назад, опять же, когда я только начинал такое публичное служение, то есть мы только-только начинали преподавать подобный курс, как бы тоже еще опыта большого не было. В Петербурге была группа родителей, которые пытались своих детей вытащить от свидетелей иголу. И однажды они пришли ко мне и сказали мне следующее буквально. Вы знаете, говорят, Дмитрий, мы уже перепробовали все, что можно. Мы депутатам писали, и в суд обращались, и все, что угодно, и поняли, что у нас просто нет общего языка с нашими детьми. И пока мы не узнаем, о чем написано в Библии, мы не сможем с ними разговаривать. Говорят, научите нас Библию. Неверующие родители. Мы с ними порядка шести недель, пока была возможность, просто сидели и говорили о библейском учении. Удивительное было время. И в один какой-то момент ко мне подошла одна из женщин, которые уходили на это собрание. И сказала, у меня есть дочь взрослая, которая ходила два года или полтора к свидетелю Майгу, а потом полгода заболела и сидела дома. И у нее какие-то сомнения появились. Я водил ее уже куда только можно, к психологам, православным священникам. Никто не мог ей ничего ответить. То есть, если вы ей не поможете, не знаю даже, что с ней делать дальше. И приходит эта девушка ко мне. Я спрашиваю, чем я могу вам помочь? Она говорит, я хочу понять, почему не читать светлые иголы христианами. Чудно. Вас интересует история светлые иголы или учение? Она говорит, нет, это только учение. Мы вместе с ней берем Библию. Я показываю несколько моментов из Писания, в которых ничего мистического абсолютно нет. Волшебного. Обычные библейские тексты, в которых просто достаточно ясно видна разница между тем, что Библия говорит и тем, что говорят светлые иголы. И я даже особенно не комментировал. Просто пальцем показывал на какие-то отдельные тексты. И буквально минут через 20 она просто куда-то вот так в стенку меня посмотрела и сказала фразу, которую я до конца жизни забуду. Она сказала, как я этого раньше не видел. Как я этого раньше не видел. Вот если я когда-то до этого момента сомневался, что то, чем я занимаюсь, имеет смысл, после этого у меня сомнения пропали раз навсегда. То есть силы периодически кончаются, сомнения уже больше не появляются. Потому что действительно именно вот в этом и смысл. То есть это люди, которые смотрят, но не видят. Это люди, которые, это не враги, это люди побежденные. Это жертвы, это больные. Господь говорил, значит, я пришел послужить не здоровым, но больным. Вот именно для них он пришел. Соответственно, наше место как раз там, среди этих людей. У них особая форма болезни, она духовная. Это такая болезнь веры, если хотите. Не головного мозга, это болезнь веры. И поэтому очень важно, чтобы мы с вами могли каким-то образом помочь им исцелиться. И на самом деле, когда человек таким образом прозревает, это совершенно замечательно. Видеосеминария ТВС. Благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com И последнее препятствие, которое у нас есть, это препятствие прямо противоположное. Тому, о чем мы поговорили только что, называется поверхностные доводы и дешевые приемы. Во многих аудиториях мне задают вопрос. Есть какой-то стих, который можно привести святелям Иегову или довод, чтобы они сразу покаялись? Если у кого-то из вас такой вопрос созрел, скажу сразу, такого довода нет. Потому что если бы он был, я бы хотел, чтобы мне его сказали. Если бы такой довод был, святелям Иегову и мормонов давно бы не было. Они все бы уже стали христианами. И атеистов бы не было, они все стали бы христианами. К сожалению, общение святелям Иегову это очень долгая и трудная задача. И когда мы вступаем в эту задачу, иногда приходится перебрать абсолютно все аргументы, которые вы только знаете. Причем вы найдете какой-то один аргумент, который отзовется у человека в сердце чем-то. Знаете, как вот, когда подходите к пианино и кричите там, в пианино отзывается какая-то струнка одна. Да, вот то же самое и здесь. Вы можете перебрать очень много аргументов, очень много чего-то еще, пока наконец, в какой-то момент сердце человека не отзовется на то, о чем вы говорите, о том, что вы хотите им сказать. И знаете о том, что если Господь привел к вам такого человека, он может потребовать от вас не только пяти минут вашего времени, а дня вашего времени, недели вашего времени, месяца вашего времени, всей вашей жизни, чтобы один этот человек стал христианином. И может быть, в тот день, когда вы предстанете перед Богом, то, что этот человек стал христианином, будет лучшим воспоминанием за всю вашу жизнь. Может быть, вы поймете, что ради этого Господь вас оставил на земле и ради этого вы здесь находились. Я знаю историю о том, как люди посвящали всю свою жизнь благовестию своим соседям, таким вот свидетелям иеговам. Например, в Америке одна супружеская пара, переехав на новое место жительства, увидела, что их соседи свидетели иегову. Они пытались с ними говорить, но те не хотели слушать. Тогда эти христиане увидели, что свидетели иеговы интересуются цветами. У них партник такой хороший. Они тоже стали у себя цветы высаживать, там что-то еще. У них появилась общая тема для разговора. Постепенно, шаг за шагом они познакомились, с них появилась возможность благовествовать, а после несколько лет свидетели иеговы стали христианами. Опять же, поймите правильно, вопрос не в том, чтобы втереться в доверие к человеку. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что не нужно жалеть времени, усилий того, что можно сделать, чтобы добиться такого результата. Потому что одна спасенная душа бесконечно ценная в этом отношении. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова